Лучших танцоров Приволжского федерального округа выбирали в Кирове. В городе прошел конкурс «Вятка Чемп». Более 600 участников, самым младшим из которых 5 лет, состязались во всех видах танца. Кто победил, узнала наша съемочная группа. Так, с выступления самых маленьких танцоров начался конкурс «Вятка Чемп». Этой команде из республики Коми предстояло разогреть зрительный зал. Еве Орловой всего 5 лет. В танцах не так давно, но это уже далеко не первый чемпионат такого уровня в ее творческой карьере. Признается, хип-хоп – это важная часть ее жизни. Танцы хип-хоп – это очень круто, потому что это самые хорошие танцы, чтобы кубки зарабатывать и медали. Награды можно получить и на чемпионате Кировской области. Сюда со всего Приволжского федерального округа приехали более 600 танцоров всех возрастов. Судьи признают, с каждым годом уровень подготовки участников все выше. Вообще Киров показывает хороший уровень и занимает престижные места. Несмотря на то, что танец везде развивается сейчас. И у многих других городов есть больше возможностей, типа Москвы, где мастер-классы каждый день. Здесь ребята, наоборот, голодны. И каждую возможность они используют для своего развития. В первую очередь жюри оценивало технику, оригинальность, ритмичность и качество исполнения. Главное в танце – демонстрация аутентичности стиля и сущности танца, отмечают организаторы. Танцевальный конкурс проходил два дня. Больше всего участников было заявлено в стрит-направлении. Это хип-хоп, диско, хаус и техно. Здесь, наверное, не самое главное, кто круче. Главное, что нужно выбрать самых достойных, которые будут представлять именно Кировский регион на чемпионате России. И вот здесь начнется самая жаркая битва. Лучшими танцорами стали представители из Кирова и Нижнего Новгорода. Они представят Приволжский федеральный округ на чемпионате России. Победители получили медали и призы от организаторов. Все остальные – дипломы за участие. Анастасия Сверчкова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Довича.